Здравствуйте, друзья, с вами семейный юрист и психолог Антон Сарвачёв. Под одним из моих видео человек с ником Алекс пишет следующий комментарий. У меня вообще, пишет Алекс, аут полный. С женой пытались завести ребёнка, не получалось. Начали обследоваться, у неё норма, а у меня показатель по сперматозоидам чуть ниже нормы. Врач сказал, ничего страшного, нужно больше стараться в постели. Но недавно услышал от жены, цитата, «Если ты не вылечишься, то я долго ждать не буду». У меня просто теперь на неё не стоит. Получается, она живёт не с близким человеком, а ей просто нужен ребёнок. Притом, похоже, неважно от кого. Что думаете на этот счёт? То, что вы думаете, вы напишите в комментариях под видео. А я думаю следующее. У многих, многие женщины в нашей стране, не могу на ютубе сказать «все», но не могу. «Все», но не «все». Многие женщины в нашей стране используют мужчин. Для вас, особенно если вы новичок на этом канале, для вас это может быть стать шоком. Вы, может быть, находитесь ещё в иллюзиях, начитавшись сказок, насмотревшись каких-нибудь фильмов, начитавшись романов, наслушавшись чего-нибудь где-нибудь. У вас, может быть, ещё существует ложное абсолютно представление о том, что современная семья – это когда встречаются мужчина, женщина, между ними чувства. Они становятся друг другу близкими людьми. У них родство душ, тел, интересов. При этом женщина, она немножечко за мужчиной. Мужчина, так сказать, он защитник, он там добытчик, а женщина хранит тепло домашнего очага. И вот эту вот всю чушь, которую у вас в мозгах сидит, я на этом канале стараюсь развеять вот эти все иллюзии. И чтобы вы посмотрели на мир реальный, на мир так, как он есть. А в реальном мире большинство женщин используют мужчин как сменные картриджи. Нужен ей обеспечун – она его находит по определённым параметрам, по определённым критериям, которые ей нужны. Перестал он соответствовать этим критериям – идёт на помойку. Нужен ей спермодонор – она его находит по определённым параметрам, по определённым критериям. И какая-то там влюблённость, ещё что-то – это всё хорошо для 16-17-летних девочек. Но если женщине уже больше 20, и у неё был не один половой партнёр, то она понимает, ну, конечно, чувство, может быть, даже хороший секс – это неплохо. Но у неё есть своя задача, у неё есть свой путь, по которому она всегда будет идти. И если вы будете идти по этому пути за ней, ну, вы какое-то время с ней, может быть, даже и поживёте. Может быть, даже и сексуальные отношения у вас будут. Но как только вы для этих многих женщин перестаёте быть нужным на этом пути, перестаёте, а начинаете, наоборот, быть какой-то абузой, они вас легко очень сольют. Ну, для этой женщины, как мы видим, нужен спермодонор. Соответственно, быть вам, так сказать, за женщиной, понимая всю ситуацию, потому что я убеждён, что вы её прекрасно всё понимаете. Или, наоборот, так сказать, бросить, может быть, её, пока не случилось страшного. Потому что если вот дальше вы будете волочиться за ней в хвосте, пытаться там что-то делать её счастливой, там вот эта вот всё чушь, которая промеж ушей у многих мужчин современных есть, пытаться там танцевать польку-бабочку, обеспечивать, добиваться и всё остальное, то это закончится следующим. Она родит ребёнка. Может быть, даже не от вас, хотя вам скажут, что от вас. А так как вы в браке, его запишут на вас, и алименты, если что, тоже будут вешать на вас. Она родит ребёнка. Если не от вас, так от другого. И вы ей перестанете быть нужны. И что вы думаете, что она будет терпеть рядом с собой вас, мужчину без стержня, без своего пути, без своей цели, которые многие мужчины у нас в этом трагедии, они живут целями женщины. Они ставят семью на первое место. Под семьёй имеется в виду жена его и ребёнок. То есть, он других людей не свои интересы, не свою работу даже, не свои какие-то желания, не себя самого он ставит на первое место, а её. И женщины таких мужчин расценят однозначно, как мужчин без внутреннего стержня. Ну и, так сказать, они уже их рассматривают как обеспечунов, как спермодоноров, как банкомат, как кого угодно. Но не как мужчину, которого она хочет сексуально. Не мужчину, так сказать, на которого она будет смотреть снизу вверх. И итог у всего этого один. Либо этот мужчина подсознательно, а может быть даже и сознательно, понимая всю свою убогость, убогость всей своей жизни. Он лет в 50 умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что это всё, вот этот вот климат в семье, когда ты понимаешь, что ты никто, ты на уровне половой тряпочки. Это всё равно отражается на твоём здоровье, на психике, на нервах. И смерть, и несчастливая жизнь у этих мужчин впереди. Либо его выкидывают на бочную жизни. И если ему удастся оправиться, удастся найти на мой канал, на канал других, авторов, которые в тематике мужского движения что-то решают, у него жизнь налаживается. Я постоянно получаю сообщения, что, мол, ребят, спасибо вам огромное. У меня прям глаза раскрыли, жизнь наладилась и так далее. Поэтому ничего хорошего в этой ситуации нет. И либо надо из неё выходить, отдирая от себя куски мяса, психического, психологического, обливаясь кровью тоже психической. Но выходить. И перестраивать свою жизнь на новые рельсы. И строить семью какую-то, если она вам всё-таки нужна в современных реалиях, на своих условиях. Либо продолжать тащиться за вашей супругой, реализуя её хотелки, исполняя её желания, но конец у вас будет в любом случае плохой. хэппи-энда здесь не будет. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был семейный юрист и психолог Антон Сарвачёв. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok